Музыка Какое счастье оглядываться на 65 лет назад и понимать, что самые жуткие проблемы уже в прошлом. С другой стороны, я бы не изменила в этой жизни ни секунды. Это была интересная история. Не существует рассказов, есть только рассказчики. Нет приключений, есть только искатели приключений. Это слова из первой песни Джонни Митчелл. Она прочитала их в автобиографии знаменитой покорительницы небес Амалии Эрхарт. В одиночку пересечь Атлантический океан. Вот это подвиг. Летать, как птица, вот призвание. Но лестницу в небо подпилил мрачный диагноз. Частичное нарушение функции вестибулярного аппарата на фоне полиомелита. В 9 лет Джонни начала петь о своей мечте. Скучно жить не чувствуя азарта. В 68-м году за эту фразу Джонни Митчелл возненавидела писателя Джона Абдайка. 20 тысяч долларов сгорели в неоновом пожаре Лас-Вегаса всего за одну ночь. На казенном сукне истлели все ее сбережения. Новую песню Джонни сочинила в камере полицейского участка, куда хулиганку пекли за дебош в казино. Сингл «Мне скучно жить», не чувствуя азарта, стал платиновым всего за один месяц. Я поняла, что стала популярной в супермаркете. Однажды я поймала себя на мысли, что больше не подсчитываю сумму покупок, а просто беру, что хочу, и иду к кассе. Вот тогда мне крышу и снесло. Действительность – это груда кирпичей, из которой можно построить все, что угодно. Эту формулу Джонни нашла в рассказе Антуана де Сент-Экзюпери. Она уже могла различать буквы. Но те первые несколько дней, которые Митчелл провела в наркологической клинике Торонто, ее раздражал даже матовый свет ночника. «Тогда я жила, как в Зазеркарье», – жаловалась Джонни. «И черт меня дернул отдать собственную дочку в приют. Но дьявол, а вернее мой муж, сказал, что другого шанса подарить нашей малышке счастье просто нет. Если только на свете есть Бог, Он поможет мне измениться и поможет когда-нибудь разыскать мою крошку». Пять лет Митчелл не выходила на сцену. Пять лет она разводилась с мужем и боролась с депрессией. Первое, что она сделала, освободившись от невыносимого груза, встала зам Альберт. В тот день певице исполнилось 35 лет. И пять лет с того дня, как она потеряла свою дочь. «Отныне я знаю, как можно летать, не взлетая». Это слова из песни Джонни Митчелл, которую она представила 20 лет назад, накануне своей первой персональной выставки. Я думала, что этого уже никогда не случится. Я уже смирилась. Но она сама меня нашла через 32 года. Представляете, дочь купила мою картину через интернет и написала письмо, в котором рассказала о своих ощущениях. Ей казалось, что мы родственные души. Господи, благослови компьютеры и современную медицину. Я сразу поняла, что это не просто очередной имейл. Кайлоран бесподобный человек. Она настоящее чудо. Чудо, что она меня простила. И, боже мой, оказывается, я уже 5 лет как бабушка. Летом 2005 года писатель Джон Абдайк написал. Хорошее было недавно шоу в Торонто. После того, как Джонни Митчелл встретила свою дочь, она, кажется, заново родилась. А ее новые картины превосходны. И ее новые песни проникновенны, как воздух. Наверное, человеку слишком многое нужно пережить, чтобы заслужить право на счастье. Дай бог, чтобы я ошибался. Дай бог, чтобы я ошибся. Дай бог, чтобы я ошибся.